Дорогой! Солнышко, делай, как тебе удобно. А такую мелочь не можешь решить самостоятельно. Брать же не завтра или не брать. Да бери, черт побери. Пожалуй, ты прав. Что таскать с собой лишнего, верно? Не возьму. Это был Семен Альдов. А теперь телефонный разговор Михаила Жванецкого. Алло. Алло. К тебе можно зайти? Можно. Ну, есть нюанс. Какой? Муж. Ах, ты замужем, поздравляю, ну и как? Хорошо. Муж хороший? Очень хороший. Ну, есть нюанс. Какой? У него семья. Так значит, он с ней? С ней. Ну, есть нюанс. Какой? Со временем у меня. Так значит, хорошо. Хорошо, но есть нюанс. Какой? Я люблю другого. Почему же ты не с ним? Он меня не любит. Так значит, можно зайти? Да, конечно. Спасибо. Еще один телефонный разговор Михаила Мишина. Алло. Алло. Это ты, зайчик? Ну, зайчик. А что сейчас мой зайчик делает, а? А ничего зайчик не делает. Зайчик, а твой волк дома? Нет, дальше что. И не скоро придет? Нет, дальше что. Ой, я хочу скорее увидеть своего зайчика. А больше ничего. А что здесь зайчик сердится-то, а? Это он еще спрашивает. Я его вчера жду, жду. Ну, зайчик, вчера было никак. Моя кобра целый день была дома. Сижу, сижу. Ну, зайчик. Ну, зайчик, как дура. Зайчик, ты мой зайчик, я твой кто? Свинья. Я сейчас прискочу к зайчику. Зайчик хочет морковки? Хочет. Только не крепленой. Ой. Я сухой. Сейчас приеду к зайчику и дерну зайчика за ее длинные ушки. Это у меня длинные ушки? Это у тебя короткие ножки. Ты что, зайчик, до сих пор сердишься, да? Нет, ну, я так больше не могу. Надо что-то решать. Ну, я понимаю. Ты же знаешь, как он все чувствует. Ой, еще бы. Вчера утром он встал с постели и говорит, постарай же место, чтобы никто не занял. Я на секундочку. Ну, я же не могу вот так вот сразу. Ничего себе сразу. Это длится уже год. Ну, предположим, не год, а только месяц. Это для тебя. Месяц. Это все-таки не мужчина. Кто, я не мужчина? Ну, найди себе другого. Птенчик, ты что, обиделся? Обиделся, да. Птенчик? Ага. Ну, ты же знаешь, что ты ему птенчик. Ага. Мой маленький птенчик. Ага. Мой лысенький птенчик. Ага. Кто лысенький? Ну, ты мой крокодильчик Гена. Какой еще крокодил Ген? Ты что там, Зинуля? Кто я? Зинуля. Слушай, ты что там на проводе? Ага. Прежде чем обманывать жену, научиться правильно набирать номер телефона своей корольчихе. И вовсе не Зинуля. Тань, ты что ли? И не Таня. Ой, неужели Люба? Молодой человек. Может, мы с вами еще и в города поиграем, а? Алло. Это мой алло. И не Зина, и не Люба. А Стелла. Вы кому звоните? А я человеку звоню. А я что, по-вашему, насекомая, что ли? Подождите. Подождите. А это что, не 320-26? Это 230-36. Слушайте, 230-36. А ну, повесьте трубку, а? Ага. Сам звонишь, сам и повесьте. Подождите. 230-36. А вас что, правда Стелла звать, а? А вы правда не Геннадий? Неа. Да значит, что это не он. Значит, я это не он, а вы, значит, не она. Ну, раз вы не он, значит, я кто-то другая. Слушайте, 230-36, а? А можно я вам еще позвоню, а? Можно. Только осторожно. Ой, я осторожно. Ой, кажется, моя пришла. Я вешаю трубку. Я тоже. Пойду своему обеду готовить. Ага. А моя мне уже приготовила. Угу. У вас, мужиков, в жизни, как у хомяков, одна задача. Пожрать, поспать и сдохнуть. Ну, надо же, как голоса похожи, а? Надо же, как все мужики похожи. Ага. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН